Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Сегодня у нас на обзоре весьма популярный бюджетный микроскоп. Его можно отнести к классу учебных оптических приборов для младшей школы. Когда впервые достаешь микроскоп из коробки, сложно поверить, что прибор заслуживает звание учебного устройства. Но не спешите с выводами, Вы все поймете, ознакомившись с нашим обзором. Итак, встречайте микроскоп Segetto Bio Optima с увеличением от 35 до 800 крат. Микроскоп поставляется в пенопластовой форме внутри коробки из картона. Вес комплекта не более полутора килограмм. Коробка не выглядит презентабельно и если Вы планируете приобрести микроскоп на подарок, то рекомендуем дополнительно обернуть его в красочную пленку или бумагу. Пенопластовый бокс достаточно надежен и хорошо защитит оптический прибор во время транспортировки. Так как у микроскопа нет кейса и чехла, то советуем не выбрасывать форму и хранить микроскоп в ней. Комплект поставки беден. Микроскоп, три окуляра на 5, 15, 20 крат, батарейки и инструкция пользователя. Приобретая данный микроскоп и его аналоги, рекомендуем дополнительно минимально укомплектовать устройство набором инструментов для препарирования, чистыми предметными и покровными стеклами. Имея такой комплект Вы сможете максимально комфортно проводить свои наблюдения. Отдельно хочется отметить хорошую инструкцию, хотя в ней есть смысловые неточности и опечатки. Кратко, но все же присутствует информация о методиках наблюдения прозрачных и непрозрачных образцов, тезисно изложены способы приготовления временного и тотального микропрепарата. Теперь посмотрим на сам микроскоп. Он значительно меньше своих школьных собратьев, высота 240 миллиметров, вес 350 грамм. Корпус практически полностью выполнен из качественного пластика, за исключением монокулярной трубки и револьверной головки, они изготовлены из металла. Корпус состоит из двух половинок, склеенных между собой, не разбирается и как следствие не подлежит ремонту. В основании микроскопа, за пластиковой крышкой, находится отсек элементов питания типа АА. Батарейки микроскопу необходимы для работы подсветки. Осветительный блок состоит из двух частей. С одной стороны зеркальце, с другой стороны обыкновенная лампа накаливания, которая включается путем переворота модуля подсветки. Зачем производитель установил зеркальце, загадка. Хорошо осветить препарат не получается из-за маленького диаметра зеркала, неудачного расположения и плоской поверхности, которая не фокусирует световой поток. Что касается работы лампы накаливания, то тут без замечаний. Света достаточно для комфортных наблюдений любых объектов. Под предметным столиком микроскопа располагается колесо с отверстиями. Это диафрагма, которая необходима для регулировки диаметра светового пучка, меняя таким образом степень освещенности препарата. У данной модели микроскопа выбирайте минимальное отверстие диафрагмы, так как интенсивность подсветки слишком высока при установке хороших батареек. В комплекте три окуляра с увеличением 5, 15 и 20 крат. Окуляры 5 и 15 крат – оптическая схема Гюйгенса. Окуляр 20 крат – оптическая схема Рамсдена. Корпус окуляра – металл. Линзы – оптическое стекло. Посадочный диаметр стандартный – 23,2 мм, что позволяет в дальнейшем заменить комплектные окуляры более качественными аналогами. 20 кратный окуляр дает картинку лучше, так как имеет более совершенную оптическую схему. Главный минус окуляров – очень маленькое поле зрения, примерно в полтора раза меньше окулярам класса выше. От окуляров перейдем к объективам. В комплекте три объектива с увеличением 7, 15 и 40 крат, которые уже установлены в металлическую револьверную головку. Смена кратности происходит путем поворота револьвера в любую сторону. Когда объектив попал на свое место, Вы слышите характерный щелчок фиксирующего механизма. Объективы выполнены в металлическом корпусе, линзы – оптическое стекло. Съемные, хотя в этом нет никакого плюса, так как объективы имеют нестандартный посадочный диаметр и замены им нет. Револьверная головка также из металла, имеет хорошую фиксацию. Во время тестирования микроскопа на нашем стандартном наборе препаратов нам удалось настроить резкость и получить хорошее изображение на всем диапазоне кратности. Присутствуют существенные искажения, но учитывая класс устройства и его стоимость, можно считать изображение вполне нормальным. Оптический прибор нам понравился. Это самый доступный по цене на сегодняшний день полноценный оптический прибор. Мы смело его рекомендуем для учебных целей как дома так и в школе. К минусам данного устройства мы отнесли пластиковый корпус, посредственное качество окуляров и объективов. К плюсам приятную цену, отличную инструкцию, стандартный диаметр окуляров и питание от батареек. Микроскоп заслуживает своего места на столе каждого школьника и будет долгое время радовать ребенка новыми открытиями. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп, до скорой встречи в нашем магазине.